Добрый день дорогие друзья на календаре 25 апреля пятница всем желаем прекрасного завершения недели самое главное что каждому сейчас нужно услышать не поддаваться злым мыслям и сохранять спокойствие у нас много печали а это делает нас уязвимыми для всех болезней и неприятностей мир обязательно выздорове только помогите себе сами для этого сделайте все возможно оставайтесь дома соблюдайте все меры предосторожности ну и конечно проводить используя время на самоизоляции будьте сильными уверенными и жизнерадостными день победы как он был от нас далек как костре потушен таял уголек были версты обгорелые пыли этот день мы приближали как могли это день победы порохом пропах это праздник с сединою на висках это радость со слезами на глазах день победы день победы день победы дни и ночи дни и ночи битвы битву трудную вели битву трудную вели этот день мы приближали как могли это день победы порохом пропах это праздник с сединою на висках это радость со слезами на глазах День победы, день победы, день победы Здравствуй, мама, возвратились мы все Босиком бы промежаться по росе Пол Европы прошагали пол земли Этот день мы приближали, как могли Это день победы, воротом пропах Это праздник с сединою на висках Это радость со слезами на глазах День победы, день победы, день победы Еще раз хотим пожелать всем позитивного настроя Главное не падать духом Сейчас очень неприятное время, но в истории были события куда страшнее И если справились тогда, то справимся и сейчас Близится 75-летие Великой Победы Та война, как признаются ветераны огненной линии, прошла по их судьбам, по жизням целых поколений Память о героизме, о подвигах и жестоких испытаниях не может быть забыто И сегодня, спустя 75 лет, на долю наших ветеранов выпало очень много нечеловеческих испытаний Они пережили ужасы и тяготы той войны, сложности послевоенного времени И так же, как и 75 лет назад, переживают за страну и искренне верят в то, что наша страна одержит победу в битве с невидимым врагом коронавирусом Эта песня в исполнении Ахмарала Ахметовой В лесу при фронтовом звучит специально для вас, дорогие ветераны Сперез не слышен невесом Взлетает желтый лист Старинный вальс, осенний сон Играет гармонист Вздыхают, сжаваясь, басы И словно в забыти Сидят и слушают бойцы Товарищи мои Под этот вальс весенним днем Ходили мы на круг Под этот вальс в краю родном Любили мы подруг Под этот вальс ловили мы Очей любимый свет Под этот вальс Крусили мы Когда подруги нет И вот он снова прозвучал В лесу при фронтовом И каждый слушал и молчал О чем-то дорогом И каждый думал о своей Припомни в ту весну И каждый знал Дорога к ней Идет через войну Пусть свет и радость В прежних встреч нам светят В трудный час А коль придется в землю лечь Так это ж только раз Но пусть и смерть в огне и в тему Бойца не устраши И что положено Кому пусть каждый совершит Так что ж, друзья, коль наш черед Да будет сталь крепка Пусть наш сердце не замрем Не задрожит рука Настал черед Пришла пора Идем, друзья, не идем За все, что жили мы вчера За все, что завтра ждем С берез не слышен невесом Слетает желтый лист Старинный вальс Осенний сон Играет гармонист Вздыхают, жалуясь, басы И словно в событии Сидят и слушают бойцы Товарищи мои Пользуясь моментом, хотелось бы поздравить всех мусульман с праздником, с наступлением священного месяца Рамазан И хочется пожелать, чтобы этот месяц принес всем благополучие и счастье в каждый дом, в каждую семью и в каждое сердце Пока будет жива в сердцах людей историческая память о подвиге наших дедов и прадедов ради великой победы, наш народ будет непобедимым Среди учащихся школ Западно-Казахстанской области в данный момент проходит челлендж «Никто не забыт» и «Ничто не забыто» И сегодня мы хотим представить вашему вниманию несколько стихотворений в исполнении учащихся школы И первое стихотворение, которое вы услышите в исполнении Мулдашевой лисы, ученицы 9 класса и Мулдашева хазрета, ученика 7 класса Итак, внимание на экран Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край Солдаты подарили вы планете Великий май, Победный май Еще тогда нас не было на свете, когда военный буря огневой Судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли Солдаты майя, слава вам навеки, от всей земли, от всей земли Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну За тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем О том, как важно сохранить память о прошедшей войне и передать ее будущим поколениям Рассказали также в своих стихотворениях следующие учащиеся Это Азаматов Бауржан, ученик 6 класса и Жангали Даулет, ученик 4 класса Давно ушла от нас война, седыми стали ветераны 45-я весна, да ныне летит ваш раны Мы отстояли мир в боях, с каком жестоким и коварным И навсегда в близких сердцах ваш подвиг будет легендарным И сколько весен не пройдет, одну мы помнить будем свято Весну, которую народ великим сделал в 45 Как много лет в начале мая я забываю о весне Ночами снова вспоминая о том, что было на войне Я знаю, нелогично это Мы временем разделены, но я опять ищу ответы и снова вижу сны войны Я думаю, а если бы папа погиб случайно на войне Какой была бы страшная плата, жизнь не подаренная мне Сколько этих жизней разных украла страшная война Ведь если бы все родились сразу, была бы целая страна Ну чей-то дед, чей-то правед, мальчишки юные тогда Погибли все в победы ради, ушли, пропали на себя И не родились их потомки, детей и внуков просто нет Как мне написанные строки, галактика погаши свят Но это не случилось с нами, живем и чувствуем в вене И только в мае временами я снова вижу сны мою Не забывайте о войне своим потомкам Передайте, как гибли прадеды в огне Вы подвиг предков не предайте Вашему вниманию следующее стихотворение В исполнении Курбантаевой осей ученицы 8 класса Степан Кадашников Все же помните о них Не забывайте в красный час о тех, кто на войне остался Гордитесь теми, кто за вас в последний смертный бой поднялся Не забывайте никогда заплаченную ими цену Храните в памяти, тогда не обесцените победу Пусть шепчут в спину вам враги Забудьте след былых времен Но прошлого подговорит Забыл победу, побежден Не забывайте о войне Держите флаг победы выше Наказывает жизнь В войне победу и беду за лучше А вот в районе Байтирек Средней школы ДОСТЭК Прошел конкурс рисунков Посвященный именно празднику победы Участвуя в конкурсе Дети вложили в свои души, в свои рисунки Я думаю, что вы оцените их по достоинству Итак, внимание на экран День победы Как он был от нас далек Как в костре по душам таял уголек Были версты, обгорелые в пыли Этот день мы приближали, как могли Этот день победы Порохом пропал Это праздник С седелою на висках Это радость Со слезами на глазах День победы День победы День победы Мы продолжаем нашу передачу Куншуах В прямом эфире Дорогие друзья, напоминаю Средства нашей связи 28-58-69 Номер прямого эфира И номер ватсапа 8-37-264-15 Сейчас у нас на линии Директор Мемориального музея Маншук Маметова Бектенова Светлана Саржановна Добрый день, Светлана Саржановна Добрый день Добрый день Мы очень рады вас видеть сейчас в эфире Вы являетесь одним из патриотов Формированием Именно Казахстанского патриотизма Как вам удается активно пропагандировать подвиги героев наших земляков Светлана Саржановна Какая работа ведется сейчас в музее Как вы поддерживаете связь со своими ветеранами Ведь сейчас они все на карантине И естественно здоровье пожилых людей Старшего поколения нам очень важно и дорого Чтобы они не выходили из дома Соблюдали все меры безопасности Берегли себя в первую очередь Пожалуйста, Светлана Саржановна Наш мемориальный музей Мамшут Маметовой Который на сегодня является центром Патриотического воспитания Подрастающего поколения Несмотря на такое сегодняшнее Чрезвычайное положение Которое проходит не только в нашем городе В нашей области Это во всем мире Проводит свою патриотическую работу Где-то уже в начале года Музей стартовал с проектом Хронограф Великой Победы Собирались ветераны войны Так как музей является штабом Где именно ветераны войны Проводят свои мероприятия Для подрастающего молодого поколения Это международные наши встречи С нашими соседями Россиянами В данный момент именно Прохотела онлайн конференция Мы помним павших именах Где буквально все Единомышленники Такие вот как мы Сотрудники музея Мамшут Маметовой Сотрудники музея Алии Музагуловой Городов таких как Кельчия Алинбург, Невецков Привели вот такую конференцию Где буквально в каждых уголках Нашего мира Сегодня вот эта тема 75 лет Великой Победы Каждый человек относится неравнодушно И конечно нам Музейщикам Которые работают именно на поприще Патриотизма Это сегодня очень актуально Я также хочу сказать еще добавить Лаура извините о том Что в начале года Стартовало также у нас Где буквально Идеями этого проекта Конечно были дорогие Наши ветераны Труда Зеленцов Викторович Наточи Валентина Михайловна Они давно уже работают На темы Создание книги Семейной повести военных лет Кстати очень интересная тема И вот этот вот проект Эту тему Они как бы подняли Вот на такой вот Скажем Такой большой вопрос Где наш областной Акимат поддержал эту идею И именно на байте нашего музея Мы с января месяца С 15 января Открыли патриотическую акцию Пользуясь сегодня Вот таким случаем Патриотическая акция Война Память Победа То есть О создании книги Семейной повести военных лет Поэтому пользуясь случаем Уважаемые наши приуральцы Молодое поколение Наши Скажем Дети Ветеранов войны Если вы желаете участвовать Вот в этой акции Написать Очерки Информацию Написать воспоминания О своем дедушке О своем отце О своем дяде То пожалуйста Наша почта электронная Маншук монетовый музей М Нижнее подчеркивание Собачка Майя Ру Это наша почта Пожалуйста на эту почту Я прошу вас высылать Светлана Сержановна Я извиняюсь Есть у нас телефонный звонок На линии Вы нас слышите? Добрый день Алло Добрый день Добрый день Здравствуйте Рада вас слышать Заврия Шахметовна Если я не ошибаюсь По голосу Сразу знала вас Активный наш телезритель С удовольствием смотрю А сегодня такая Трогательная передача И здесь Я хотела И выступить И поздравить Кое-что Может попозже выйду В эфир еще к вам Но я хотела бы Задать вопрос Нашему Гостю Светлана Сержановна Сколько у нас ветеранов Осталось в городе В области Потому что мы вот Ансамбль часто слышали Они выступают И вот мы чувствуем Их все мало-мало становится И интересно было бы услышать Кто остался живых Еще в строю стоят ветераны Особенно вот из ансамбля Если можно Спасибо, Заврия Шахметовна Вам за вопрос Светлана Сержановна Вы Услышали Наши телезрительные Вопросы понятия Очень хороший Вопрос Волнующий Волнующий Всю нашу область Конечно К сожалению К сожалению Ряды ветеранов Ряди Буквально с каждым днем Но в нашей области Около 50 ветеранов На сегодня Я могу сказать Что где-то 46-48 Я точно могу сказать Что это по области Ну и Живущие ветераны Которые еще в рядах Идут с подрастающим поколением Проводят свои живые уроки Того военного коллектия Это наши уважаемые ветераны Я их называю Агитаторы музея Они всегда с нами Это наш Габич Иван Степанович Участник первого парада победы Это наш уважаемый Хамзан Драхманович Сатин Это наш дорогой Очень патриотический Вениамин Пантелеевич Скалента Ну и как я сегодня Не могу сказать О дорогом Вот и Заврея Шахмет Она затронула Ансамбль Это не ансамбль Это единственный В республике Казахстан Клуб фронтович И конечно В рядах сегодня Нашей фронтовички Две легендарных женщины Это наш уважаемый Митройкин Алисина Тимофеевна Председатель Клуба фронтовички И Лидия Гнатьевна Губанова Они еще в рядах Они еще Вместе с нами И все что сегодня Проходит В рамках Патриотических встреч 75-летия Великой Победы В музее Вне музея В нашей области Они В курсе всех событий Я думаю Что они смотрят Сегодня нашу передачу И конечно Очень рады Видеть вас В эфире Вы имеете возможность Хоть так поздравить И сейчас В данный момент Хотя я не сомневаюсь Что вы постоянно На связи Созваниваетесь Общаетесь с ними Светлана Саржановна Это так? Нет Связь у меня Конечно С ними Каждый день Я не могу Их беспокоить Но по телефону Это связь идет Часто Несмотря Вот на такое Положение Сегодняшнее Мы Я перечислила Вам Дорогих Моих ветеранов И еще Больше Круг И не только Ветераны войны Нашей области Потому что Музей себя Зарекомендовал За эти годы Мы Со своими Витринами Со своими Выставками Скажем В городах Таких Как Алмата Астана Кустанай Как Чита Невель Я не могу Сегодня сказать Даже с ними С ветеранами Мы держим связь Связь идет Связь идет И буквально Что проходит Вот на сегодня Они читают В газетах Мы Говорим По телефону Как Лаура Вы сказали Конечно Дорогая моя Алексей Тимофеевна Вениамин Пантелеевич Хамзаб Драхманович Связь идет Связь идет Потому что Нам никак нельзя Без этого Потому что Мы должны Продолжать Вот этот Патриотический Дог на поприще Для подрастающего Поколения Потому что Чтобы Именно вот Для них мы Для молодых Наших Учащихся Студентов Студентов Вы посмотрите Сколько Нашим ветеранам Войны лет 97 Гавич Иван Степанович 95 Вениамин Пантелеевич А Левтина Поколения Будут Будут задаваться Гречески Победи Говорить о подвиге Инстаграма Духа Думаю Оптимизма Энергии И конечно же Хочется так же Присоединиться К вашим словам Поздравлением Пожелать Нашим ветеранам Только крепкого здоровья И долгих лет Жизни С наступающим Праздником Вас Дорогие Уважаемые ветераны Светлана Сержановна Всего доброго Вам И до скорых встреч Берегите себя Спасибо большое До встречи До свидания Ну а мы продолжаем Нашу передачу И еще раз напоминаю Дорогие телезрители Средства нашей связи 28 58 69 Номер прямого эфира И номер ватсапа 837 264 15 Хочу зачитать сообщение От нашей телезрительницы Анны Здравствуйте Лаура Солнечная передача Куншуах Приближается Самый великий праздник День Великой Победы Хочется поблагодарить Всех ветеранов И участников За наше мирное небо За нашу жизнь За наше будущее Дай Всевышний вам Крепко в здоровье На долгие годы У нас есть телефонный звонок На линии Алло Добрый день Вы в прямом эфире Алло 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 Здравствуйте Вы в прямом эфире Добрый день Добрый день Это Митросин Алистина Тимофеевна Участница войны Как рада вас слышать Алистина Тимофеевна Я чувствовала Я чувствовала Что вы смотрите Сегодня нашу передачу Здравствуйте 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 Добрый день Мы очень рады вас слышать Здравствуйте все дорогие уральцы Поздравляю с праздником Рамазана Дмитровина Да, да, да Звук телевизора Пожалуйста Алистина Тимофеевна Убавьте Здравствуйте Здравствуйте Вы нас слышите Убавьте пожалуйста Сегодня мы в преддверии В преддверии Да, да Мы сегодня в преддверии 75-й годовщины Великой Победы Продолжайте, не прерывайтесь Праздника Победы Алистина Тимофеевна Вы нас слышите Алло Да Великой Победы Как ваше самочувствие Я хочу сказать Что Небольшой Небольшой Отрывок Со своего стихотворения Мы долго шли К победной цели Теряя трудным Верстом счет Продолжайте Алистина Тимофеевна Мы долго шли К победной цели Теряя трудным Верстом счет Мы много Бед перетерпели Придя в победный 45-й год Забыв про годы И усталость Мы братству нашему верны Как мало Нас теперь осталось Фронтовиков От той войны Но снова май Как в 45-м Но снова Не волнуйтесь Алистина Тимофеевна Но снова май Как в 45-м Цветущий Красный весь в цвету И мы встречаем День Победы Вновь вспомнив Молодость свою Ну а сейчас Алистина Тимофеевна Вы нас слышите? Алло Если вам не трудно Убавьте звук телевизора Пожалуйста Нас не слышит Алистина Тимофеевна Алистина Тимофеевна Такое положение у нас Очень трудное Продолжайте Плохо слышу Вот что-то Мы вас очень хорошо слышим А вы нас Вы нас не слышите Видимо Алистина Тимофеевна Звук телевизора Убавьте пожалуйста Говорите только в трубочку Потому что В то время Когда мы Поевали А я наоборот В то время Мы знали С кем мы боремся А сейчас Мы знали С кем воюем А сейчас Медики И весь народ Не знает Этот вирус Этот враг Этот вирус Он Не знает его еще Поэтому Очень трудно Я хочу Своим коллегам Медикам Пожелать Успехов Успехов В труде И Чтобы себя берегли Народ Чтобы тоже Берег себя Успехов Алифтин Тимофеевна Вам огромное спасибо За то Что вы дозвонились До нас Мы тоже Вам желаем Только крепкого здоровья Берегите себя Пожалуйста И не выходил На улицу Чтобы сидели дома И Себе Увы Мы очень плохо Слышим Нашу Алифтину Тимофеевну Но Несмотря ни на что Алифтин Тимофеевна Мы вам желаем Еще раз Я хочу повториться Что Берегите себя Пожалуйста Вы нам Очень-очень нужны С наступающим Вам Вас праздником С Днем Победы Действительно Эти люди Столкнулись С такими Испытаниями В жизни И Хочется Им пожелать Чтобы Они не падали Духом Не унывали И Раз победили Великую Отечественную Войну То Думаю И вирусы Нам Нипочем Не страшны Поэтому Еще раз Хочется пожелать Всем ветеранам Только крепкого Прикрепкого Здоровья Мне кажется Порой Что Солдаты С кровавых Не пришедшие Полей Не в землю Нашу Полегли Когда-то А превратились В белых Журавлей Следующая песня Журавли Журавлей Кажется Порою Что Солдаты С кровавых Пришедшие Полей Не в землю Нашу Полегли Когда-то А превратились В белых Журавлей Они До сей поры С времен Девья Них Летят И подают Нам Голоса Не потому Так часто И печально Мы замолкаем Глядя В небеса Летит 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 По небу Клин усталый Летит В тумане На исходе дня И в том Строю Есть Промежуток Малый Быть Может Это Место Для Меня Настанет День Журавли Не Знает Я Поплыву В такой Жест Из земли Весь Под небес Под Птичьей Отвлекая Всех Постовом Оставил На земле Мне кажется Оно Что Солдат С кровавой Пришедшие Полей Все Полегли Когда-то А превратились В белых Журавлей Птица В Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»